Аватхута Дататрея Йога Рахасия Мистерия Йоги Однажды Йогу Дататрея были заданы вопросы его учеником, царем Аларкой, в результате чего он поведал следующее учение. Аватхута Дататрея Глава первая Наставление по йоге Йога Тхьяя Йог Дататрея сказал Йоги полагают, что мукти, освобождение, это состояние после обретения знания и устранения невежества восприятия разделенности и непрерывное пребывание в таком осознании. Отсутствие отождествления с гунами, качествами природы, означает единство с Брахманом, наивысшим Я. О, царь Аларка, Махи Пате, великий владыка! Мукти достигается посредством йоги. Состояние йоги, состояние равного отношения ко всему, само, извечная безмятежность, достигается посредством совершенного, абсолютного знания. А совершенное знания порождается печалями и страданиями. Когда сознание привязано к майе, направленное вовне, внимания ума, тогда появляется печаль. Поэтому тот, кто жаждет достичь мукти или освобождения, чрезвычайно тщательно и искренне отказывается от привязанностей к внешним проявлениям. Чувство мое теряется, когда становишься непривязанным к внешним проявлениям. Счастье порождается утрачиванием привязанностей. Когда возникает отношение отреченности, мир начинает восприниматься как мития, ложный или нереальный. Отреченность порождается знанием, самореализацией, а знание своего высшего Я – коренная причина отреченности. Гриха, дом – это место, где проходит жизнь. Бходжа, пища – это то, что поддерживает жизнь. Подобно этому, то, посредством чего достигается мукти – освобождение, называется джняна – знание. Если что-либо не приносит мукти, то считай это аджняной, невежеством. О, царь! Не обременяются телом снова и снова, или, другими словами, не перевоплощаются, когда равно относятся и к пунье – добродетели, и к папе – греху. Когда ежедневные необходимые действия выполняются непривязанно, отрекаясь от ожидания результатов этих действий. Тогда провидение устраняется и не имеется никакого накопления дальнейших результатов пуньи и папы. О, владыка земли! То, что я описал тебе, называется раджа-йогой, самый вышестоящий из йог. Тот, кто вступает на путь йоги, зависит от одного только извечного брахмана – наивысшего Я. Вначале следует достигать высшего Я своим Я. Это обусловлено тем, что атман, высшее Я, непостижим даже для йогов. Поэтому подготовься практиковать, чтобы подчинить свою низшую природу. Услышь же от меня, как покорить свою низшую природу. Сожги ограничения практикой пранаямы, управления дыханием. Устрани недостатки, доши, дхараной, сосредоточением. Победи вишаю, ориентированность на внешнее, пратьяхарой, уводом органов чувств от соответствующих им объектов, отводом внимания от чувственных ощущений, благодаря однонаправленному сосредоточению на другом объекте. И раствори атеистические качества дхьяной, медитацией. Покорение жизненного дыхания и сжигание ограничений, обусловливаемых чувствами, может быть уподоблено очистке горных минералов с сжиганием. Начинающий практиковать йогу, вначале практикуют пранаяму, обуздание и приведение в равновесие праны, дыхание, действующее от ноздрей до поясничного отдела, и апаны, дыхание, действующее от центра поясницы до копчика. Называется пранаямой. О, Аларка! Пранаяма бывает трех видов. Лагху, Мадхья, Утария. Сейчас я расскажу тебе об этом. Услышь же это от меня. Лагху, Пранаяма, Малая Пранаяма. Длится 12 матр. Мадхья Пранаяма, Средняя Пранаяма. Это удвоенная Лагху Пранаяма. Утроенная Лагху Пранаяма. Это Утария Пранаяма. Долгая Пранаяма. Лучшая. Знай, что одна матра – это продолжительность мигания глаза, или же закрытие и открытие глаза. Такова единица времени, служащая для подсчета продолжительности пранаямы. Необходимо преодолеть потение первой пранаямой, дрожжание тела – випатху – второй, а меланхолию – вишаду – третьей. Так же, как могут быть обузданы лев и слон, так же может быть обуздана йогом и прана посредством практики пранаямы. Как погонщик слона направляет слона согласно своим пожеланиям, точно так же йоги обуздывают прану, чтобы совершать действия согласно своей воле. Подобно тому, как дрессированный лев убивает только оленя и не трогает человека, точно так же, когда дыхание совершенствуется, уравновешивается, оно уничтожает грехи и не причиняет вреда телам людей. Поэтому йог должен тщательно достигать успеха в пранаяме. Теперь, чтобы обрести плод мукти, слушай же о природе четырех видов пранаямы. Существует четыре вида пранаямы – дхавасти, прапти, санвит и просада. Услышь же от меня, как я описываю их. Время, когда результаты хороших и плохих действий разрушаются, а сердце расширяется и обогащается, называется дхавасти. Время, когда йог способен предотвращать появление желаний и привязанности к этой жизни и следующей, называется прапти. Время, когда йоги, не будучи привязанными ни к прошлому, ни к будущему, обретают сияние, подобно солнцу и небесным светилам, называется санвит. То, что обусловливает очищение ума йога, пять состояний праны, чувств и объектов чувств, называется просада. О, царь, услышь же от меня подробное описание пранаям и асан, положений тела, которые регулярно следует практиковать тому, кто интересуется йогой. Овладев способностью, непринужденно сидеть в устойчивом положении в течение длительного времени, или в подмасане, позе лотоса, или в артхасане, полулотосе, или в свастикасане, легкой позе, и проделав мысленную джапу, повторение пранавы, звука ом, в сердце, следует приступать к практике йоги. Практикующему йогу следует обуздывать волнение своего ума, сидя прямо в удобной асане, согнув ноги, держа тело выпрямленным, а ноги расслабленными в горизонтальном положении, не касаясь гениталий и слегка приподняв голову так, чтобы она была обращена прямо вперед. Челюсть должна быть слегка опущена так, чтобы не касаться верхних зубов нижними зубами. Несмотря никуда по сторонам, он должен сосредотачиваться только на вершине носа, области третьего глаза. В это время йогу, который утвердился в чистой сущности, преодолев тамасические качества раджасическими и раджасические саттвическими, должен достичь бездвижного состояния дыхания или безмятежного дыхания. Удерживая органы чувств, ум и праны от движения вовне посредством поддержания состояния равновесия, бездвижного дыхания, он должен практиковать пратьяхару. Он должен сосредотачивать свое внимание только на атмане, высшем Я, и зреть высшее Я, ограничивая свои мирские желания, каму, как черепаха вбирает в себя свои конечности. Очистив себя внутренне и внешне от горла до пупа, он должен практиковать пратьяхару, превосходя оболочку ума и пребывая в тонком теле чистого разума. Дисциплинируя себя таким образом и практикуя йогу, йог пребывает в атмане, все недостатки преодолеваются и он обретает крепкое здоровье. Обладая проницательностью, он обретает способность зреть пара-брахмана, Всевышнего Господа, и гуны природы по отдельности, небеса, изначальные атомы мироздания, а также освобождается от последствий всех совершенных греховных деяний. Таким образом, йог, умеренный в пище и питье, привержены практике пранаямы. Отвоевывая землю постепенно, или овладевая основами, практикующему следует продолжать восхождение, как если бы он поднимался по ступенькам в свой дом. Если вначале не овладеть основами йоги, отвоевать землю, то недостатки и ограничения, такие как вожделение, гнев, болезни и привязанности, будут возрастать. По этой причине нельзя пытаться восходить по пути йоги, переходить к пранаяме, пока практикующий не освоит основы. Пранаяма определяется как процесс регулирования праны, ее пяти различных видов, прана, апана, вьяна, самана и удана. Дхарана определяется как то, посредством чего обретается способность воспринимать тонкие вибрации в теле, обусловленные деятельностью органов чувств, и владеть собой. Отстранение органов чувств от соответствующих им объектов упорными йогами в этом заключается пратья-хара. Болезни в тонком теле йога невозможны, если правила, установленные реализованными йогами, соблюдаются должным образом. Так же, как страдающий от жажды человек пьет воду медленно и понемногу через соломинку, так и йог должен пить воздух медленно, освоив аскезу. Необходимо овладеть следующими десятью видами дхараны пуп, внутреннее сердце, грудь. После этого в указанном порядке горло, рот, вершина носа, глаза, между бровями, голова и брахма, или наивысшее Я. Тот, кто способен овладеть этой десятигранной дхараной, достигает статуса подобного брахме. Такого йога, овладевшего дхараной, не побеждает смерть. Он не слабеет и не испытывает усталости. В это время, поддерживая дхарану, он всегда удерживает себя в состоянии под названием турия, или четвертое, запредельное состояние сознания, превосходящее состояние глубокого сна. То есть он пребывает в состоянии наивысшего Я, или брахмы. Это называется йога-пхуми, или основание йоги. Йога-пхуми состоит из семи ступеней, ведущих к достижению статуса брахмы, и в этом нет никакого сомнения. Йог не будет практиковать дисциплину йоги с интересом для достижения успеха, когда он голоден, устал или обеспокоен в своем сердце. Йог не будет стремиться пребывать в состоянии медитации посредством практики йоги, когда слишком холодно, жарко или ветрено. Йог, который осознает сущность йоги, не будет практиковать йогу в местах шумных, возле огня, источников воды, на сухих пастбищах, перекрестках, сухих листьях, берегу реки, в тех местах, где много змей, где сжигаются мертвые тела, во вселяющих страх местах, колодцах или на болоте. Йог должен уйти из того или иного места в то время, когда там не возникают саттвические переживания. Нечестные люди никогда не могут практиковать йогу, и именно поэтому йог должен оставить такое место. Твердо храня чистоту сознания, читты, йог достигает победы, и в этом нет никакого сомнения. Знай, что место и время несомненно влияют на сознание, о царь, защитник земли. Погруженное в это место и время, сознание приобретает качества, подобные присущим этому месту и времени. Услышь же от меня подробно о препятствиях в практике йоги для тех, кто, будучи невежественными, не учитывают влияние места и времени. Тому, кому неведома необходимость базовой подготовки и кто начинает заниматься йогой без предварительной подготовки, сталкивается со многими препятствиями. Он может стать глухим и немым, потерять память, ослепнуть, у него может подняться температура. Я расскажу тебе, как излечить болезни, которые возникают из-за пренебрежения такой подготовкой. Для лечения ожирения необходимо есть жидкую кашицу из ячменя или риса, подержать ее в желудке, а затем извергнуть ее обратно. Это также полезно и для лечения ревматизма. Если ум беспокоен, выполняй дхарану на состоянии безмятежности. Если теряется способность говорить, выполняй дхарану на речь. Если теряется слух, выполняй дхарану на уши. В таких ситуациях следует поступать подобно измученному жаждой человеку, который жаждет только плод манго и не думает о чем либо еще. Удерживай соответствующую благотворную дхарану на той части тела, где возникает болезнь. Если холодно или практикующий простудился, то следует удерживать сосредоточение на тепле в теле и уме и наоборот. Поместив деревянную палку или гребень кила на голову, следует мягко ударять деревом об дерево. В результате восстанавливаются забытые воспоминания. Думай о небе, земле, воздухе и огне, если память утеряна. Эти способы лечения предписываются как правило для излечивания болезней, обусловленных бесчеловечностью. Сосредоточением на воздухе, дыхании и огне болезни животного начала в человеке, если они вошли в сердце йога, будут вылечены. О царь, властелин людей, йогу всегда следует заботиться о том, чтобы поддерживать тело здоровым, поскольку тело основоболагающая причина достижения дхармы праведности, артхи процветания, каамы наслаждения и мокши освобождения. Из заблужданий и потаканий себе во внимании ко всему внешнему знание ускользает от йога. Поэтому йогу следует обуздывать свое внимание ко внешнему. Следующие признаки наблюдаются в начале практики йоги. Свобода от болезней, отсутствие беспокойности и недоброты, появление исходящего от тела утонченного приятного запаха, уменьшение мочи и стула, тело становится более красивым, появляется удовлетворенность, безмятежность и приятный голос. Когда люди в обществе искренне хвалят йога и никто не боится его, тогда это признак ситхи, успеха в йоге. Понятно, что йог достигает состояния ситхи или успеха, когда он не боится никого и не испытывает затруднений из-за пар противоположностей, таких как жара и холод. Так заканчивается глава наставления по йоге. Глава вторая достижения в йоге йога ситхи Слушай внимательно, я расскажу тебе кратко о препятствиях появляющихся, когда йоги зрят атман или высшее я. В это время в сердце йога появляется сильный интерес к следующему к желаемым действиям, к праведным человеческим действиям, к женщинам, к результатам подаяний, к знанию, к майи, захватывающим иллюзорным проявлением этого мира, к переживанию радостного волнения, к богатству, к небесам, к сфере богов и божественности, к различным омолаживающим и лечебным препаратам, к деятельности, к полетам в воздухе, к выполнению и толкованию ритуалов, к вхождению в воду и огонь, к церемонии умилостивления предков, к раздаче всяческих даров, к обетам, к паломничествам. Йогу следует внимательно развивать непривязанность ко всему вышеперечисленному, если в его уме уже появилась привязанность к этому. Не остается никаких других методов стать свободным от препятствий, пока ум не сольется с Брахманом, Брахма-Санги-Манах, наивысшим Я. Качество саттвы, раджаса и тамаса, гармонии, активности и инертности, соответственно, вновь появляются в сердце йога, когда вышеупомянутые препятствия устраняются. Имеется много препятствий в йоге, некоторые из них таковы, интуитивное познание и прорицание, Пратибха, слушание, Шаравана, йоговские сверхъестественные силы, Дайва, заблуждение, Бхарама и бреши тела и ума, Аватра. Пратибха или интуитивное познание и прорицание это то, что раскрывает значение ветв, поэзии, написанных людьми священных писаний, логики и искусств сердца йога. Шаравана слушание определяется как средство, благодаря которому открывается знание всех звуков мира и посредством которого удаленные звуки становятся слышимыми, яснослышанными. Мудрые говорят, что йоговские сверхъестественные силы это Дайва или получаемые от Деват божеств, благодаря которым можно стать равным Деватам. Заблуждение Бхрама это такое воззрение, из-за которого йог, обеспокоенный в сердце, путешествует в пространстве и не спадает с пути праведного духа. Когда стремление к знанию оказывается причиной беспокойства ума, подобно волнению воды в водовороте, тогда такое препятствие называется аварта. Этими препятствиями разрушается практика йоги даже в том случае, если йог с рождения обладал божественной природой Дева Йонайя и он становится жертвой этих огромных страшных маха агхора препятствий аварта и в конечном счете сбивается с пути йоги. Такой йог называется йога бхрашта и оказывается пойманным в круговороте рождения и смерти, воплощаясь снова и снова. Поэтому, окутав свои умы и ограничивая их проявления, йоги должны памятовать о пара брахмане запредельном я. В результате этой практики ум манас будет растворяться в нем тат правана. Йог, постоянно предающийся практике йоги, ест мало. Он подчинил себе свои чувства. Ему следует удерживать тонкое сосредоточение на семи ритмах сознания в голове. Считая землю атманом или наивысшим я, йог, используя в качестве объекта сосредоточения землю, способен быть счастливым и становится свободным от мирского бремени. Так, йогу следует отречься от внимания к внешнему и привязанностей и удерживать свое внимание обращенным внутрь, продолжая довольствоваться тонким вкусом воды, видением формы огня, ощущением прикосновения воздуха и слушанием звучания пространства или эфира. Когда йог выполняет сосредоточение на уме, он обретает способность входить в умы всех существ и путешествовать в тонкой форме ума. Подобным образом, обретя способность входить в оболочку духовного разума, будхи, всех благостных в своей внутренней сущности существ посредством постижения йоги, йогу следует оставить эту теперь достижимую утонченность будхи ради достижения самого утонченного и наивысшего. О, аларка, йог, который оставил, превзошел вышеупомянутые семигранные виды омрачений, препятствий, осознав их посредством постижения йоги, никогда более не возвращается в этот мир, не перерождается. Зная тонкости этих семи сосредоточений, самореализованный йог достигает успеха, утверждаясь в своем высшем я, и обретая, узревая, затем сверхъестественные способности ситхи. Отбрасывая их снова и снова, он таким образом движется к запредельному, пара. Если йог испытывает влечение к тому или иному существу, о царь, или привязан к той или иной обретаемой вещи, то он потерпит полное крушение. Поэтому такой воплощенный, который осознал тонкое взаимное влияние привязанностей и оставляет их, поднимается на более высокую ступень самореализации. Но если он подобным образом преодолел все семь тонких препятствий вместе, о владыка земли, и став лучшим среди воплощенных, развил здесь непривязанность посредством осознания своей истинной природы, то он достигает освобождения, мукти. Если он заболевает и умирает из-за удерживающей его привязанности к достижимому, терпя крушение в своей практике, то он перерождается снова, о царь, продолжая в следующей жизни путь к брахману. Когда практикующий сосредоточение йог полностью преодолевает эти семь влечений, он в любое время может слиться в единстве с тем или иным воплощенным в тонком теле существом, на котором он сосредотачивается по своей воле, перейдя, о властелин людей, в личность божества или полу бога, или же в тела небесного музыканта, небесной змеи или демона охранника. Анима, лакхима и махима, прапти и прокамья, а также ишитва и наиболее запредельное среди них камаваса иитва, таков перечень восьми ситв, которые обретает йог, обладая ими наряду с ишварой, владыкой всего сущего, о тигр среди людей, царя ларка, и двигаясь к пара нирване, абсолютному слиянию с богом. Анима, утонченность, это способность по своему желанию становиться бесконечно малым, меньше наименьшего. Лакхима, невесомость, это аспект быстроты перемещения. Махима, величие, это состояние, благодаря которому он везде и всегда почитается. Махима также означает способность неограниченно увеличиваться в размерах. прапти, обретение, достижение, это аспект, когда нет ничего недоступного. Пракамья, непреодолимая или исконная сила воли, это состояние всепронизывания, а также получения наслаждения от всего благодаря достижению статуса творца. Ишитва, верховное владычество, это состояние, в котором становишься владыкой всего сущего. Вашитва, сила господства над всеми, это сила подчинения всех живых существ своей воле, и она седьмой аспект йоговских способностей. Камавайсаитва это способность находиться по своему желанию где угодно и каким угодно образом. При помощи этих восьми качеств йоги фактически, как утверждается, способны выполнять работу подобно Ишваре, Всевышнему Господу, по поддержанию и спасению мира. Тот, в ком проявлены эти качества и стремления к освобождению, о царь, тот уже близок к растворению в атмане, нирвана-атман. По этой причине для него нет ни рождения, ни роста, ни разрушения. Равно как он не теряет получаемое, не стареет, не подвергается разделяющему его вмешательству и разложению, равно как он не подвержен сжиганию и иссушению, не будучи зависим ни от чего. Он остается незатрагиваемый ни восприятием соннов демонов, ни какими либо слышимыми им звуками, включая звуки тонких миров, ни духами. Наслаждающийся этими тонкими звуками и тому подобное, вовлеченный в процесс достижения своей высшей цели, йог терпит крушение в своей практике. Подобно тому, как кусок золота расплавляется и сливается с другим куском, будучи очищенным огнем плавления, так и йог сливается подобным образом в единстве с высшим Я, когда недостатки и ограничения разделенности и двойственности сжигаются и исчезают, о царь. Нет больше никакой разделенности, так как монах сжигает всю имеющуюся разделенность огнем и йоги, сжигая до конца недостатки и ограничения и таким образом сливаясь в единстве с высшим Я, он становится подобным Брахману. Как огонь брошенный в костер щепки становится одним целым с огнем костра, горя наряду с ним, так и личностная душа становится тождественной всему сущему, не будучи сдерживаема никакими разделенностями. После этого йог тождественен Брахману, достигая единения с ним, когда все его грехи сожжены, и такой йог уже никогда более не воспринимает себя как отдельную личность, о царь. Как вода смешивается с водой, сливаясь в одно целое, так и индивидуальные души йогов становятся тождественными параматману, всевышней душе. Так заканчивается глава достижения в йоге. Глава третья поведение йога, йоги чарья. Аларка сказал, «Обхагаван, Всевышний, я желаю услышать об истинных принципах поведения йога, чему он следует, обычаи, правила, на своем пути к Брахману, ибо практикующий йогу не сидит на одном месте». Дататрея сказал, «Всякое отношение общества, почитание и бесчестие — причина волнений для обычных людей, и йоги достигают успеха, когда они воспринимают это отношение общества к себе наоборот». Обычные люди полагают, что всякое почитание подобно нектару, а бесчестие — яду. Йог достигает успеха, когда он постигает, что в его случае бесчестие — это нектар, а почитание — смертельный яд из ядов. Йогу следует внимательно смотреть на то место, оно должно быть очищено взглядом, куда он ступает. Следует пить воду после того, как она процежена, очищена, через ткань. Его речь должна быть правдивой, очищенной истиной, его мышление должно быть очищено его разумом, будхи, проницательностью. Йогу не следует чрезмерно вовлекаться в ритуальные церемонии поминовения умерших предков, фестивальные процессии божеств и прочую подобную социальную и ритуальную деятельность. рожденному для великого, то есть йогу, ради достижения своей цели никогда не следует выказывать свои достижения в йоге. Йогу следует начинать сбор подаяния, оставшейся у домовладельцев разрозненной еды после того, как исчез дым из труб на кухнях, остыли угольки кухонного огня, а семьи отдыхают после еды. Кроме того, практикующий йогу не должен просить подаяния более трех дней подряд в одном месте. Йогу следует вести себя таким образом, чтобы другие люди игнорировали его и не питали к нему никакого уважения, считая его юродивым. В то же время йог не должен очернять своим поведением репутацию и образ жизни святых личностей. Ему следует ходить за подаянием к домохозяевам и монахам-отшельникам. Лучше всего просить у первых, так как в этом случае ему более наглядны способы получения средств к существованию и обусловленные этим вибрацией пищи. Воистину, по этой причине йогу всегда следует ходить за подаянием только к тем домохозяевам, которые известны своей добропорядочностью, верой в Бога, вежливостью и сдержанностью, знанием священных писаний и возвышенным и благородным характером. Впредь йог также должен принимать во внимание очищающее влияние принимаемой им пищи на сознание, ибо если он не будет прилагать усердных усилий в этом направлении, то он превратится в падшего йога. И прошением такого вредоносного подаяния продвинутый йог падает со своего социального положения и превращается в изгое, ибо его сознание страдает от такой нечистой пищи. Хорошей пищей для получения от домохозяев считается следующее. жидкая орисовая каша, разведенная на одну треть водой пахта, или молоко, приготовленная из ячменя пища, фрукты, корни плоды, просо или мелкое зерно, жмых и другая пища, поддерживающая своей энергией духовную практику. Эта пища не может не быть благотворной для йогов, способствуя достижению успеха. Перемешав собранную пищу, йогу следует безмолвно и с полной преданностью медитировать на Всевышнего. Перед принятием пищи, довольствуясь собранным подаянием, непосредственно перед тем, как начать есть, йогу следует совершить подношение прани, выпить глоток воды. знай это как первое йоговское подношение, о котором необходимо помнить. А пани следует совершить второе подношение, затем самани, а далее четвертое удани, и пусть подношение в яне будет пятым. Затем ему следует есть остальное пожелание, разделяя пищу пранаямой, потом, выпив глоток воды из ладони еще раз, ему следует коснуться сердца. Неприсвоение чужого, целебат, жертвенность и отреченность, нежадность и тому подобное, таковы пять обетов, которые следует соблюдать просящему подаяния монаху, благодаря соблюдению которых он воистину становится бриллиантом, превосходной драгоценностью. Отсутствие гнева, служение учителю, поддержание чистыми тела и помыслов, постепенное уменьшение количества принимаемой пищи, постоянное самообучение и чтение священных писаний таковы пять заповедей неямы, самоочищение посредством внутренней самодисциплины. Практикующему подвижнику следует прилагать усилия только в постижении сливок главнейшего, наиболее возвышенного, почитаемого знания джням, то есть самопознания. Вовлеченность во всевозможные аспекты знания только приводит к порождению препятствий в практике йоги и отвлекает от нее. Если имеется сильное стремление познать те или иные кажущиеся интересными вещи и достичь статуса Риши или величайшего святого мудреца, то из-за тысячи кальп или циклов творения этого познания невозможно достичь. Прекращая встречаться с другими, преодолевая свой гнев, уменьшая количество потребляемой пищи и обуздывая свои чувства, йогу следует направить духовный разум будхи проницательность на отслеживание всех лазеек и брешей ума, практикуя медитацию дыхияна. В пустынном месте продвинувшемуся йогу, способному постигать сущность вещей самостоятельно, воистину следует предаваться безмятежному непрерывному созерцанию своего высшего Я, живя в пещере или в лесу, всегда будучи занятым все время медитацией надлежащим образом, приближаясь к своей цели наивысшей самореализации. Посох речи, посох кармы и посох ума, они обладают тройственной природой. Тот, кто подчиняет своему контролю эти посохи, становится Тридандии, держателем трех посохов. Он великий монах. Для того, кто зреет всех пребывающих в этом мире существ, как имеющих его собственную природу и порожденных из его сущности, и также смотрит на этот мир добродетелей и пороков, кто или что будет ему приятно или, о царь, неприятно. Тот, кто всецело прояснил свой духовный разум, будхи, кто равно смотрит на кусок земли и на золото, кто равно относится ко всем существам и сосредоточен на Всевышнем, будучи единой сущностью всех и вся, кто твердо утвердился в своем высшем я, будучи основой всех существ, кто пребывает в запредельности, кто извечен и непреложен, кто пребывает за пределами всего, тот воистину достигает состояния, когда он никогда не перерождается снова. Веды — это самое прекрасное из всего. Проведение всяческих яджин, сарва-яджня-крия, еще лучше, повторение мантр джапа еще лучше, чем яджины, путь знания джняна-марга лучше джапы, но еще лучше знания медитация дхьяна, в которой исчезают всяческие совокупные окрашивающие ее примеси, то есть дуализм и привязанности. Именно в такой медитации следует достигать извечное достижение осознания. Когда йог укрепился в медитации на высшее я, тщательно медитирует на запредельного брахмана, когда он чист, совершенно искренен и обуздал свои чувства, тогда он сможет постичь непреложную суть йоги. Такая великая душа Махатма достигает наконец своей практикой йоги наивысшего освобождения. Так заканчивается глава поведения йога. Так заканчивается древний трактат йога Рахасия йога Дататреи. Ом Йога Рахасия